МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витая служба информации телерадиокампании Гомель. У студии працуем Наталья Игнатенко. Глядите у гэтым выпуску. Повышение прибытка у господарок и добробыту вязковцев. Как выконывается доручение губернатора по реконструкции молочно-товарных фермов. Приклад Октябрьского района. Недохов кислорода в воде выкликает замор рыбы. Экологи распачали мониторинг. Небезпечная гульня. Купание в городских фонтанах погрожает инфекциями и травмами. А зараз об этом иншим больше подробязно. Земля и люди. Миновата так вызначают головные ресурсы в Октябрьском районе. Людям годные умовы працы, господаркам, моцных керавников. И тогда каждая слабая ферма, например, сможет стать лидером. На словах все просто. А как это у вас обидеть и отримать выник. Об тем, что робят у сельгазорганизациях Октябрьского района, как нарушивать объемы вытворчастей, доведалася Марина Джалая. Ганни 22 годы. Сама с Бабруйска. Скончила белорусский гандлевый экономичный университет. Отримала специальность юриста. И по размерковании трапила у Октябрьский район. Девчину мы застали не с паперами перед компьютером, а с вилами на ферме. Поила тялят и сгробала сено. Оказывается, свою кабинетную працу, якой не так и шмат, она выконала и пришла допомогать на ферму. Руки у господарцы лишними не бывают. Когда твоя работа, в принципе, сделана, ты можешь пойти на добровольных основах. Ну, естественно, это каким-то образом поощряется надбавками или премиями, еще чем-то. Вот, можешь пойти и помочь просто на других структурных подразделениях. Иногда что-то подкрасить, иногда что-то подбелить, где-то подкормить телят, когда основной работник в отпуске или заболел, или на выходном. Ну, интересно, на самом деле. Иногда сложно, потому что приходишь с самого утра и работаешь жарко, либо слишком холодно. Иногда забыл перчатки, иногда забыл сапоги. Работа непредсказуемая. Но интересно, действительно интересно. Скажем так, просто осознаешь свою необходимость какую-то. И, ну, действительно, очень нравится, когда это встречает какое-то одобрение со стороны руководства, что вот, ты такой молодец, ты пришел, помог. И не отсиживаешься в конторе за своими якобы бумажками, которые на самом деле все переделаны. Старшиня Гомельска-Габлова Конкама Геннадь Соловей дорушил каждому старшине Араевы Конкама по одной отстающей господарце реконструировать и вывести на больше прибытковый режим працы. В Октябрьском выбор выпал на молочную товарную ферму «Любань». Она одна строг в складе сергас-предприемства «Бумажкова Ахра». Складенность в том, что эти три объекты раскиданы по районе. Отлеглась по межиме от 10 до 25 километров. Полторы годы тому господарку означали у Миколай Верас. И с того момента на предприемстве распочались видовочные изменения, установочий бок. По-перше, стали наводить парадок и займаться будовництвом. По-друге, высели нехарактерные для района рослины. Например, слонечник и сою. А еще засели землю на около четырехкомпонентными травами. Кабьяны росли одна за другой и был корм живёля. Треши, новая ферма тут будуется одночасово с вытворчастью. Вывести живёлу на этот час – нема махчимости. За последние полторы месяца тут сменили огороджи, побудовали новые выгульные пляцовки, реконструировали хлев для утромания молодняка. И это далеко не у весь пиролик, срубленного. В прошлом году нам безвозмездную помощь оказал домостроительный комбинат «Гомельский». В этом году тоже шефскую помощь на строительство, потому что финансовых возможностей у хозяйства нет, для того, чтобы всё покупать. Материал тоже пытаемся где-то с нефтяниками договариваться, чтобы железо, пиломатериал своя, пилорама. Поэтому тоже удешевляем, чтобы где-то не идти к частникам покупать пиломатериалы. Ну, своя бригада есть строительная, шесть человек. Ну, пытаемся как-то своими силами. Слюбани едем в господарку Дербин. Она узорная. Тут сделана и побудована бодай всё тое, до чего треба мкнуться остальным. Организация героя Сергея Якуш. Неколи эта господарка была самой дробной в районе. Каля тысячи халобынур, а это живёло, и амаль две тысячи гектаров сельхозугодзев. А зараз по Галое повеличилась утрая. Площа угодзев на 50%. И господарка развивается далее. Собираемся здесь ещё один сарай строить. На следующие годы ещё один сарай наращивать по голове крупного рогата скота. Есть скот, есть деньги в хозяйстве. До скольки можно дорастить? Учитывая площадь. Уборить можно? Нет, нельзя. Сельхозугодзе здесь в округе уже негде взять, чтобы их прокормить. Надо ехать за 70-80 километров. Это очень экономически нерентабельно. Процент на 20? Да, где-то порядка 3,5 тысячи можно увеличивать. У Октябрьском районе проживает каля 14 тысяч человек. Полова непосредственно в городском посёлке, а остальные в вёсках. Основный на керунок – как раз сельская господарка. Площа угодзев – около 43 тысяч гектаров. На территории района працует 8 сельхозпредприемств. С их ни одного стратного. Марина Джалая, Евген Макенко, телерадиокомпания «Гомель» из Октябрьского района. Ветераны войны в Афганистане сёння сустрелись с керувництвом Гомельского абловы «Канкама». Основную увагу надали пытанням, які зараз найбольшь хвалюють удельников боевых деяннях. Подробязности у наших корреспондентов. На початку сустреч и приемная подея. Ветераны войны в Афганистане, які принимают активную делу патриотично-выховавчей деянности, отримливают у Знагорода медаль «75 год перамоги у Великой Айчинной войне». Многие з них заставаться у боку от значных подей громадского життя просто не могут, хоть стан здоровья всё ж таки оказывает свой уплыв. Медицинская тематика у Воголи часто вздымается подчас сустреч афганцов с керувництвом в области и районах. Причем справа не только непосредственно в оказании лечебной допомоги. Аминкали узрос далёко за 50. Отриманные неколеранные перенесенные стрессы приводят до того, что былые войсковцы не могут спройсти медкомиссию для протягу працы. Льгота, которая давным-давно была, что служба в Афганистане шла год за три, вот хотя бы её для солдат каким-то образом засчитать, для того, чтобы каким-то образом немножечко, хотя бы 3-5 лет сократить этот пенсионный возраст, тогда бы, конечно же, проблема отпала и прохождение на профпригодности и другие вопросы. Сюня в областных и районных организациях Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане мкнуться зарабить всё махчимое для того, как максимально улишить потребы удельников боевых деяний. Депутат Палаты процедуников Александр Даншенко – член Постоянной комиссии по национальной беспеции. Его афганский стаж – 18 месяцев. Он доброведая, какой на самой справе была тая война. А тому пероконаны для ветеранов не обходно, не можно рабить больше. Мы давали присягу, мы были солдатами и должны, как нормальные страны цивилизованной, должны были выполнять эти приказы. Мы их выполняли. Совершали такие же самые подвиги, как и в отечественную войну люди, прикрывая своих офицеров, прикрывая своих друзей, вытаскиваясь по любой. То есть всё это они прошли на сегодняшний день, ту войну, которая сейчас по-разному её трактует. Но солдат, он и здесь солдат. В любой войне – это солдат. Олег Сенчаров, Максим Савин, Валерий Гопаньком. Телерадио «Компания Гомель». Гомельский областный комитет природных ресурсов и оховы новокольного сяродзя почал мониторинг водоёмов. Головная мета – попередживание гибели рыбы за недохопу кислороду. Промеры, которые принимают экологи и парады, что дают населительству. Наш наступный репортаж. Замор рыбы – з'ява сезонная. Зимой её причиной может стать толстый лёд. Летом – массовое гниение водоросли. А по двух выпадках отбывается снижение у водоёмов у зровня кислорода до критичной ознаки. Керовник селянской господарки Тимофей Кукса мае у аренде омаль 20 километров у Раки Сош и особное в озеро. Миновата на этом водоёме, где нема течения, конечно, означается наибольшь несприяльная ситуация. Гэтой зимой гибели рыбы не было. Зато весной пришлось приймать терминовые меры. Весной выросла трава. И мы увидели, что пошли дожди. И что сейчас будет подъём воды. И это затопит. И она начнёт гнить. Ну и это как бы совпало с нерестом. Мы немножко подождали, чтобы вылупилась личинка, которая на траве висит, и потом скосили. Когда такие виды рыб, как линь и карась, еще могут перенести недоход кислороду, у остальных шансов на выживание без допомоги человека практически нема. До мониторингу ситуации на выдаёмах на Гомельшине протягнули областную и межрайонную лаборатории Республиканского центра аналитичного контроля у сферы аховы новокольного сяродзя. Выники зробленных проб становятся ведомыми у гэтаж день. А про чатаго экологи звернулися до арендаторов и у организации отказные за аховы рыболовных угодзел. У комплексе пропонованных профилактичных мероприемств уборка рослинности у выдаёмах, где може отбыться замор рыбы. Стварение леса кустарниковых полос у сдожбера гурек. Такая мера дозволяет продухилить змыл органичных речевол. Плюс расшистка притоков и организация додаткового водообмена. Об выявленных фактах гибели рыбы можно поведомить на гаражую линию областного комитета природных ресурсов по номеру телефона у Гомеля 23 24 89. Целью упреждения данных заморов комитетом области проводятся мероприятия. Это у нас определены 25 водных объектов в целом по Гомельской области, которые наиболее подвержены заморам. На них ведётся постоянный мониторинг, то есть отбираются пробы воды на предмет содержания кислорода и анализируются. В случае, если содержание кислорода будет менее 4 мг на метр кубический, то будут приниматься меры насыщения данной воды кислородом. Олег Шинцюров, Ольга Коновалова, Валерия Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». У Лоеве стартовал инновационный проект «Клуб подлеток», яхом это протягнуть молодь до социально значной деятельности, про индивидуальный подход до кожного. Подлетки вывучают кодекс об администрационных правопорушениях, а холодные отриманные веды променяют на практицы. Яким чином доведался Дмитрий Котау. Идея об створении проекта возникла в мае. Ее реализовали у степлые термины. И с початку червеня «Клуб подлеток» начал працовать на базе районного центра творчества детей и молоди. До проекта долучились разные службы ДАИ, МНС, АСВОД. Колькость подлетка удостатково невеликая. Усяго 16 человек, что дозволяя кожному з их надать максимум уваги. На первом заседании нашего клуба подростка участвовал психолог. А психолог проводил тренинги. И судя по этим тренингам, мы определили, кто из деток к какой деятельности более расположен, к какому из видов. Дети у нас все разновозрастные, начиная от 12 до 17 лет. И понятно, что 12-летнего подростка и 17-летнего юноша в один вид деятельности не особо заинтересуешь, чтобы включить. Поэтому мы решили создавать небольшие патрульные группы по 2-3 человека, распределяя их, работать с разными субъектами профилактики. Организаторы пропонуют кожному удельнику нечто новое и текавое для его особиста. Патрулевание – головная особливость проекта проходит каждый тыдень. Это проверка водительских посвящений уразом с упрацовником ДАИ, альбо контроль за правопорядком у громадских местах. Подлетки ожитивляют обыход пыльной территории. При этом самостоянно робить зауваги яны не могут. В случае выявления правопорушения повинны по рации поведомить про гетокуратору, який знаходится побоч. Такий текавый заняток у СИМ пришелся до сподобы. Я поработал с радиостанциями. Это все довольно-таки интересно и поучительно. Понадобится в будущем. А кроме освоения новых ведов и навыков, удельники проекта досконало знайомятся с деятельностью правоохолдных структур. И таким чином многие начинают вознашаться с будущей профессией. Сейчас стоит такой выбор, какую профессию выбрать. И это им очень помогает. Многие ребята хотят поступать и в государственные структуры. Поэтому им это очень полезно. Проект «Клуб подлеток» протягнется до конца лета. Его выником станет створение специального видеофильма про будни громадских инспекторов. Дмитрий Котов, Игорь Марышенко, телерадиокомпания «Гомель», Злоева. Колись пякота, Дольвая город, дети и подлетки спешаются до фонтана. У каждое лето в уличный фонтан эпицентр позитива наполненный детячим смехом. Тут ребятам весело, а батьки спокойные, что их дети не ходят купаться в водоемах. Те на сам речь городские фонтаны такие беспечные. Пытание соправды неоднозначное. Так званые пешеходные фонтаны на урации могут причинить шкоду. Одинная умова – не пить воду, которая там циркулюет. Рызыка для здоровья повеличивается, коли ховорка идет про фонтаны с резервуарами. Купание в таких местах погрожает не только широкам захворваний, от кишечных до грибковых инфекций, а и травмами. Можно напороться на струменные насадки, элементы коммуникации, в некоторых выпадках навод отримать удар током. Так само треба памятать, что фонтан – перш за все публичное место. Захование парадку тут не меньше важный момент, актуальный как для детей, так и для дорослых. Законодатель не запрещает купаться в фонтанах, но запрещает нарушать общественный порядок, нецензурно выражаться, оскорблять окружающих, распивать алкоголь или появляться на людях в пьяном виде. Если водные процедуры сопровождаются перечисленными действиями, к административной ответственности могут привлечь за мелкое хулиганство. Ведание основных правил уповодзенов на городских фонтанах допоможет избирать здоровье и не сапсовать отпочинок. Соправды, городские фонтаны не льготнести до обеспечного места для купания. Областный этап республиканского семейного сельско-господарчого проекта «Уладар села» пройдет 30 червеня в режиме «Онлайн». Отбор удельников в районах протягнется до 24 червеня. Загалонный приз будут змогаться молодые семьи с детьми. Удельники проекта повинны з'являться членами Белорусского Республиканского Союза «Молоди» жить и працавать у сельской мясовости больше, как 3 года вести особистую пособную господарку. Конкурсная программа будет включать у себя беовизитную картку, видеоролик, эсэ и фотоэкскурс. Пераможца представить Гомельщину в финале проекта, який отбудется в лепени у агрогородку Александрыя Могилевской в области. Гэтая, а так само иншая новинная информация об проектах телерадио компании Гомель вы можете знайти по адресе www.tvarkomil.by На этом выпуск завершен. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «Дефакто» в студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. Сотрудники наркоконтроля Гомельского РУВД выявили и ликвидировали крупную плантацию дикорастущей конопли. Находилась она рядом с заброшенными фермами вблизи деревни Романовичи на месте бывшей свалки. Территория в 4 гектара на четверть была занята плотными рядами наркорастений. Для уничтожения задействовали сельхозтехнику. Мощный трактор с культиватором более часа смешивал коноплю с землей. В общей сложности в этот день уничтожено более полутора тонн наркозелья. Как рассказали в Управлении наркоконтроля и противодействию торговли людьми ОВД Гомельского обл. В прошлом году их сотрудники выявили 886 фактов произрастания наркосодержащих растений, уничтожили более 91 тонны конопли на площади почти в 70 гектаров. Очередное дорожно-транспортное происшествие на автодороге М5 Минск-Гомель. Пострадали граждане соседнего государства. Авария произошла в 7.40 утра в 4 километрах от деревни Наспа Будокошелевского района. 44-летний гражданин Украины не справился с управлением Митсубиси Паджеро, в результате чего съехал в кювет и опрокинулся. Мужчина получил телесное повреждение в виде перелома шейки левого бедра, а ехавший в качестве пассажира его 47-летний соотечественник сломал левую руку. Украинцы госпитализированы в травматологическое отделение Будокошелевской райбольницы. Милиция установила личность молодого человека, который с подожженной на себе одеждой бросился в водоем. Соответствующее видео размещено в одной из соцсетей 8 июня. Действия происходили на одном из пляжей Гомеля. 17-летний лицеист придумал, как стать популярным. Для этого купил бензин, взял дома старые вещи и отправился на городской пляж. Там юноша переоделся, облился бензином и поджег себя. Однако попытка оказалась неудачной. Огонь погас до того, как парень добежал до воды. Полностью осуществить задуманное у него получилось только с пятого раза. В отношении горе-героя сотрудники ИДН Центрального РОВД Гомеля составили административный протокол за мелкое хулиганство. Документ рассмотрят на заседании комиссии по делам несовершеннолетних. Ранее молодой человек привлекался к административной ответственности за употребление спиртных напитков в общественном месте. С ним проводилась индивидуально-профилактическая работа. Еще одну человеческую жизнь забрала вода. Трагедия произошла на этот раз в Светлогорском районе. Около 11 утра в реке Березина вблизи деревни Якимова-Слобода местные жители обнаружили тело неработающего Светлогорца 1979 года рождения. На реке Березина один из рыбаков увидел проплывающий рюкзак. Пытаясь рассмотреть, что там находится, он увидел, что рюкзак находится на мужчине, который погиб. После этого сообщил соответствующие органы для принятия мер. Тело извлекли из воды и доставили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы. Предварительная причина смерти – утопление. Предположительно, из-за нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования в Гомельском районе огонь уничтожил сарай и повредил два дома. Сообщение о пожаре хозяйственной постройки в поселке Калинино в службу спасения поступило накануне в 11.47. По прибытии спасателей к месту вызова происходило открытое горение хозпостройки и крыш рядом стоящих домов. Пожар оперативно ликвидировали. В результате полностью уничтожена хозяйственная постройка, повреждены кровли и имущество внутри двух деревянных домов. Обошлось без жертв. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Николай Скинтиян благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Белоруссия Терегомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Белорусские гребцы на байдарках и каноэ возобновляют соревновательный сезон. Первый республиканский старт Кубок Беларуси состоится уже на следующей неделе. Что касается международного календаря, то пока в числе не отмененных стоят чемпионат мира по неолимпийским дисциплинам и чемпионат Европы среди молодежи и юниоров. Предварительное время проведения сентябрь. Отменен чемпионат мира среди студентов. Он должен был пройти в Беларуси. Внутри белорусский соревновательный календарь претерпел корректировки, однако несущественные. Для взрослых состоятся все запланированные старты. Первый этап Кубка Беларуси пройдет уже на следующей неделе в Заславле. Это будет первая проба сил после длительного подготовительного периода. Эти соревнования, скажем, пока как первый старт, хотя бы первый просмотр после всей подготовки. Зимней подготовки, весенней, чтобы спортсмены хотя бы владели, как они что на сегодня и тренеры знали на что они способны сегодня, в данный момент. Хотя первые старты, которые если состоятся, то это далеко осень. В конце июля вновь в Заславле сильнейшие гребцы будут бороться за награды чемпионата Беларуси. В программе и Кубка, и чемпионата только олимпийские дисциплины. Молодежь и юниоры разыграют медали первенства страны через две недели. Для резерва соревновательный календарь будет практически полноценным. Первенство Олимпийские дни молодежи спартакиада ДЮС США. В числе отмененных одна из спартакиад спортшкол. Она должна была пройти в Гомеле в мае. В преддверии республиканских состязаний планируют провести областные отборы. Начинают проводить соревнования областные. В этом случае мы тоже не остаемся в стороне. Поэтому планируем, я сейчас готовлю положение о проведении первенства Гомельской области, которое планируем провести с 30 июня по 2 июля. Перед праздниками как раз там еще неделя остается до основного старта первенства республики и провести вот именно по этому возрасту спортсмены при части 2002-2003 года рождения. Но мы не допускаем личных, то есть личников команды городов и города Гомеля. Все старты будут проходить без зрителей и с обязательным соблюдением всех санитарных норм. Сразу три игрока покидают в нынешнее межсезонье гомельскую минифутбольную команду БЧ. Илья Козак и Сергей Малышко вслед за экс-главкомом Дмитрием Камека отправятся в стан обидчика железнодорожника в серии за бронзу текущего чемпионата столицы. Денис Мазной также прекратил сотрудничество с БЧ. На его дальнейшей клубной судьбе пока информации нет. Кадровые новости пришли из стана волейбольной команды «Энергия». Новое соглашение с энергетиками подписал доигровщик Артем Масько. А вот Либера Петр Лазука продолжит карьеру в другом коллективе. Волейболист защищал цвета энергии два сезона и выиграл бронзу национального чемпионата и две бронзы Кубка Беларуси. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова